Что сейчас получается здесь? Мы находимся вот, какие-то элементы отсюда уходят в разные места, там скамейки, спортплощадки и так далее. В целом, все логично. Директор видновских парков Моисей Шимаилов в подробностях рассказывает о ходе строительства, но карта не дает полного представления, и глава округа Алексей Спасский выходит на объект. Главное требование к подрядчику – максимальная забота о сохранении природного ландшафта. В рамках региональной программы «Парки в лесу» здесь будет благоустроено порядка 60 гектаров Фидновского лесопарка в районе улиц Заводской, Ольховой и Белокаменного шоссе. Главная цель многочисленных корректировок, которые вносятся буквально на ходу – сохранить как можно больше деревьев. Места есть, вообще не трогаем, там, где написано «вырубить». Особенно сосны. У нас целый ряд отметинных можно рубить, а он прошел. Там же не на машинах гонять, а можно и вот так, и вот так, и вот. Максимальное сохранение лесного фонда стало определенной проблемой для подрядчика. Основная сложность – это не повредить те деревья, которые у нас не идут под вырубку, потому что если строитель затрагивает это дерево, либо он его царапает, либо еще, это сразу же штрафы, это определенные административные нарушения. У нас уже были такие два случая. Два административных штрафа было наложено подрядчикам, прошли суды. Общий штраф составил где-то около 100 тысяч рублей. Следят за ходом строительства и представители жителей близлежащих домов. Часто именно от них поступают предложения о внесении тех или иных изменений. Если это возможно, проект корректируется. Эти скамейки, опоры освещения две оставляем, две уносим туда на парковку, на ПЛК. Видео наблюдения, скамейки, там уровни. Да, видео наблюдения, здесь 25 камер у нас. В общем, корректировку они делают. Перед началом работ проект выставлялся на публичное обсуждение, и найти компромисс между проектировщиками и жителями было нелегко. Но открытость к диалогу позволила найти решения, которые бы удовлетворили всех. Много было произведено вот этих собраний, встреч, много было корректировок, какие-то объекты исчезли полностью из проекта, какие-то добавились. Поэтому только через общение. И надо понимать, что то, что будет построено, оно для людей. Его сохранять, пользоваться им будут люди, те, которые живут в окрестных домах. В следующий раз Алексей Спаский планирует приехать сюда через две недели. К тому времени строители уже обещали показать несколько возведенных объектов. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.